Небесный, Утешителю, Душе истинной, Иже везде ссы и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателю. Приди и вселися вны и очистины от всяких скверных. И спаси блажа Душа наша. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый Божий, посети исцеление мощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И, как и на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, як и же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. И, как и Твое, и Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш милосердный Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Тайное явное, в уме, в помышлении, в одни и в ночи, во все дни жизни великие и малые грехи мои прости. И соблазн, который я подал ими, где я падал и вставал в Господи. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении. Слава Тебе. Это помощь Духа Твоего Святого и молитва святых. Хвала Тебе. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Боже, за день, в который даровал мне веру Твою святую, страх Божий и ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне Твою святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны соборов, как на истину. Аллилуйя. И в вечности воздай милости Твои всем, кто трудился над моей душою и возрастанием ее в Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божья, благодарю Тебя, покроем оформ любви от всего, что не славит Господа. Господи, воздай милостью всем, кто помог нам совершить миссионерские путешествия и посеянное нами дада стабильные добрые плоды и благослови помогавших нам. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Столько лет Ты защищал меня от видимых, невидимых опасностей и повреждений. И в смертный час не покинь. И на мытарствах страшных и непонятных проведи душу мою и веди в Царство Небесное навеки. Господи, благослови народ Твой еврейский, дабы они приняли Сына Твоего Иисуса Христа как истинного Мессию и Спасителя. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности и быть благочестивыми и довольными, довольствоваться питанием и одеждой, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всём экономными, помогать нуждающимся и искать прежде всего Царствие Божие и правды Его, и не бояться начальствующих и правителей гроба. Не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать, и устоять в верности Богу. Господи, услышь наши молитвы и тех, кто молится о нас. Коснись сердец-патриархов, митрополитов, епископов, священников и диаконов, тех, кто является служителями Твоими, Господи Божий наш. Свидетель Христов Никола, мир Ликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Да примет Господь молитву Твою о нас и живности нашей, через которую Господь облегчает пребывание наше на этой еду или печали земле. Святые пророки. За дивных пророков, которые, движимые Духом Святым, изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными и лея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херуимы и серафимы, все небесные силы престола Божия предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховные Пётр и Павел, святые евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Умягчи сердца правителей государств и народов Владимира, Михаила, Андрея, Радогана, Джозефа и других. Даруй нам, Господи, священника, рождённого свыше, и благовестника, и определи нашу участь, как Тебе угодно. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Космая Дамиан, Андрей Стратилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелимон и 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамир, Иосиф, Борис и Клеб, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в Слове Твоем, чтобы и малые дети верили искренне в Тебя, в гонениях и в искушениях, не допусти до принятия антихристовых начертаний, ночевую или правую руку, чтобы в скорби и печали никто не отошёл от Тебя. Господи, благослови призванных на фронт, изъятых из семьи, Никиту, Максима, Евгения и других, Господи. Даруй им духовное рождение, чтобы они были там, как светильники Твои на подсвечнике, как город на вершине горы, чтобы они не стали убийцами и помнили всегда Твое грозное предупреждение. Откровение, 13 глава, 10 стих. Кто ведёт в плен, тот сам пойдёт в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Пощади детей Твоих томящихся в вузах, тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах. Упокой, Господи, усопших в обителях небесных, отец и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей и всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, который живя не согрешил. Прости им вся их согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя! Святые Учителя Церкви Молите Бога о нас, да помилует и спасёт Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысла еретиков и сектантов разрушь, развей и ни во что преврати. Святые жёны и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матерь София, Наталья и Адриан, Варвара и Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалена, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Устина. Молите Бога о нас. Даруй, Господи, жёнам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость и сохрани их от поруганий, нападений и насилия недобрых людей. Хвала Тебя, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, милости, буди мне грешным. Создав и меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих на небе и на земле. Ты сотворил этот мир и сохраняешь его как зверждитель. Ты, Бог, знающий всё прежде бытия, прими молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий Отец наш Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного, Иисуса Христа, за нас, грешных, услыши и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам, молиться о них. Господи, мы взываем и о незаповедавших. Положи им на сердце помнить, что примирение с Тобой возможно только при жизни, ибо за гробом нет покаяния, приемлемого Тобой. Говори, Господи, слушает и дослышит раб Твой голос Твой. Аминь. Слава Тебе, Господи, Благодарю всех, кто помнит. С нами Игнатий Тихонович, в связи. У кого есть вопросы, забывайте. Да, пожалуйста. Игнатий Тихонович, вопрос можно? Миром. Слушаю, говорите. Вот в Евангелии там говорится, я дверь с овцем. Кто войдет и выйдет. Войдет куда? В церковь войдет, да? И выйдет из церкви, как это понять? Войдет и выйдет. Правильно я понял, если прерывается ваше. Войдет в церковь и выйдет на проповедь. Господь приобщил его к крещению, а дальше он сидеть не будет. А будет идти и проповедовать. Потому что на небе радость бывает о каждом кающемся грешнике. И нужно эту радость заставлять в небо каждый день. Он войдет в стадо Господне и выходит. И Господь его благословляет. Аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя. Слава Христу. Тут есть люди у нас, которые жалуются сами на себя даже. Бывают скверные слова, говорят матерщины. Потому что только человек не знает, что за это будет ему. Вот если бы знал точно, что сейчас ты скверное слово говоришь, за всякое гнилое слово придется отвечать. И тут же тебе язык клещами вытаскивает и шилом прокалывает. И ты будешь сидеть приколотый. Некоторые говорят, я не могу никак отстать. Со мной поступите так. У меня был знакомый один. И он не может ничего сделать. И говорит, я вот мужчина, меня тянет к мужскому полу. Да, вот есть лекарства, и сто процентов излечивается. А он из Америки приехал. Я говорю, нужно только деньги, билет купить. Я согласен. Двадцать три года. Все берешь, Саудовская Аравия. И когда придешь там с шейхом, сразу скажи, я такой-то садомит проклятый. Тебе башлык на голову, высший этаж, с крыши вниз головой. Все. Одного мерзавца меньше. Позорнее, страшнее нет этого. Так это, я скверно словлю. Почему без наказания? Ты сам себя накажи. Накажи. Одно слово сказал, скверное. Сутки в рот не бери ни воды, ни пищи. Замари этого демона. Вот мне восемьдесят пять лет. Я моим Господом хвалюсь, не собою. Я еще ни одного матерка не сказал. Ни одной таблетки не съел. А почему? Так а зачем? Клясться нельзя. Все. Я не клялся никогда. Кому надо, он поверит, сверяет со словом Божьим. Сейчас только задали вопрос, войдет и выйдет. И вы видите, это по Писанию ответ. Об этом так и говорится. Так что надо построже к самому себе. Наказание. И пятимю накладывай. Что это такое? Христианин ругается. На зло делает. Слова твои, как елей, должны быть. И одновременно строгие, как вино. Потому что нашими словами украшается человек. И вся сфера вокруг нас делается иной. Обеззараживается. А какая нужда говорить плохие слова? Даже не знаю. Меня вот отправили работать. Я закончил строительный колледж. И теперь называется техникум. Но так как отец без руки с войны, у матери три брата погибли, тогда это все смотрели. И меня направили работать в органы МВД вольнонаемным прорабом. Я не мог нигде устроиться, пока там не примут заключенными. Строгие режимные. А я-то ничего не знаю еще. И потом работать пришлось еще сколько. Нигде там во флоте. Ну и все, обойдешься. К твоему слову без мата прислушиваются люди. Просто устыдись это и возьми себя за правило. И пятимю наложи сам на себя. Замари этого демона. За всякое слово праздное, то есть пустое, будем отвечать на суде Божьем. А уже про скверное говорить не надо. Называется гнилое. Я прошу. Будьте внимательны. Тем более с нашими людьми здесь разговаривать. Никак нельзя. Тем более с батюшками. Будьте внимательны. Так, еще кто? Никого нет, отхожу. А если вот слушай, начнешь говорить там, поверить, а слушать не хотят, значит не надо говорить. Да, я же тебе не прихожу, не говорю, не верь в Бога, не верь в Бога. А это самое... Значит не надо, да? Ничего говорить. 13-й Псалом, 52-й. Сказал безумие сердце своем. Нет Бога. Он не слух сказал. Про себя. Почему? Они развратились, совершили гнусные преступления, не делающие добро, нет ни одного. Вот так. Причина в человеке, он безумный. И Псалом дважды повторяется. Это редкий случай у Давида. Так что им уже определенное место. Тут я гляжу, Наталья Гетих, вот вы написали мне, там, Дмитрий, свои, мы каждый день поминаем их в молитвах. Я хочу, чтобы они участвовали с нами утром, помогали в этой молитве. А детях ваших взываем к Богу. Игнатий Диханович, благополучия у вас, здравия, всего доброго. Всегда рад видеть в добром расположении духа и в таком настрое должном. Всего доброго вам. С Богом и вам и всем нам. Ну вот, я не знаю, от Натальи, мужа, наверное, Дмитрия, там мы всех поминаем. И Вадима, и деток. Вы написали на бумаге все это дело. Я хотел сказать, отдельно не бросайте нас. Я скажу, что молитва идет легко. Затруднений в молитве нет. За Осипова, за Дворкина молитва не идет. Спасибо, Христос Игнатий Диханович. Пока муж рано утром не разрешает, так как я работаю, и он говорит, ты должна отдыхать, чтобы потом на работе не спать. Вот, а так мы встаем на молитву вместе, совместно, такого раньше у нас даже не было. Мы вместе, всей семьей, он даже всех мальчишков устраивает, все подъем на молитву и утром и вечером. Вот, слава Христос. Спасибо, Христос, за молитву. Я вот все хотела спросить у вас, как молитва идет. Ваш муж разумные слова говорит. Игнатий Диханович, меня слышно было или нет? Рад всегда видеть вас в добром здравии и нормальном расположении духа. Желаю вам благополучия, Божьей помощи. Спасибо Богу вас и всех нас. Слышно меня было? Христос, у меня, я говорил тут уже об этом, труба упала. Сами виноваты. Азбестовая. 19 килограмм упала на голову. А где упала-то? Ну, я вокруг, она стояла наклоненная. Из-под нее вытаскивали, там не заметили. Она пошевелилась и хлопнула меня. А к врачу обращались? Ну, я думал, расколотила она мне избушку-то. Избушка, ладно, к врачу-то не обращались? А избушка-то вы имеете в голову, что ли? Я не обращаюсь. Я никуда не обращаюсь, я вообще к ним не хожу. И вот вчера пришлось работать вниз головой, наклоняться низко-то. И, видимо, голова растянула, там, видимо, она как-то позвоночник в шее что-то сделала. Но сегодня не могу на месте стоять. Крутит меня, падаю. Не помешало бы к врачу обратиться, тем более у вас там свой врач-то есть, Виктор. Или как, я запамятовал, на имена-то память плохая. Я вам не помешало бы, всякое бывает же там. У нас нет вообще. Я благодарен Богу. Хожу своими ногами. Сегодня ездили, солодку копали. Он попросил, говорит, солодки достать, Николай Георгиевич Кузьмин. Но я местные знаю. И поехали. Никогда не было так. Один корень длиной пять метров выкопал. А я сегодня смотрел утром, там, Владимир Пащенко, потом еще Владимир один, который там, а вы сидя, 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 чистите лук. Сидя. Стоя, говорю, жене показал, говорит, Итать Николаевич лук чистит. Своя праздната. Говорю, смотри, какие огороды-то у них. Трудятся как. Какие огороды здоровенные. А у нас немного. Тут и ой-ой-ой все это самое. Сейчас, молитесь, книги наши начинают уже шевелить. Бумагу закупили. Начинают, видимо, сейчас корочки готовить. И в течение месяца могут издать. Это проповеди, да? Да, проповеди во свете Святой Библии. Семь томов, каждый том 1300 страниц. Игнатий Тихонович, у меня такая просьба будет к вам. Или, может быть, через Елену, или как, я спрошу. У вас остались книги к истинному православию? Не толстые, а такие новые, а тонкие. Просто вот я, которые были, я отдал тут. Вот у нас здесь епископ Фоти служит. Он в Сибири сейчас в отпуск уехал. Ему там он передал здесь. Я, говорит, знаю, там служил и с еписками Евтихия. Может быть, и брата вашего знает, отца Экима и так далее. Вот в тонком у вас осталось. Я бы как бы хотелось бы, чтобы вот... Все есть, все есть. Есть все. То есть можно обратиться там или к Елене Гладыщук, да? Да, то есть есть к ней... Выходите на Елену через нее. Да, да, ну, через нее. В тот раз она посылала. И благодарен ей за оперативность такую. То есть книжки тонкие остались, да? Первое издание, 38 томов еще есть. Первое издание, ага. Понял, понял. 38 томов. Хотя бы. Там, что, как. Ну, я на нее выйду потом. Так, ну, все, никого нет, отхожу. Слава Христу. Богу за все славу. Аминь. Аминь. Спасибо Христу. Аминь. Спасибо Христосу. Аминь. Аминь. Спасибо Христосу. Аминь. Спасибо Христосу.